Здоровенькие были участники мотогруппы мопеды и мотоциклы из СССР. С вами Илья Михайник. В общем-то это будет видео обращение к всем подписчикам нашей группы и участникам форума, может кто читает. В общем-то причина записи этого видео банальна, то есть малая активность группы на 400 с лишним просмотров видео задания конкурса было всего лишь 5 видео ответов, кто-то постеснялся, я так понял, выложить в каком ужасном состоянии может его находиться мопед, то есть ребята стеснялся не было, кто-то 2 человека ко мне минимум обратилось и сказали, что они стесняются выложить мопед по причине того, что на него приколхожен другой двигатель и типа всех зафукают. Ребята, это не было требованием задания, задание от вас требовалось просто заснять на камеру, как вы закрываете экран и как ваш мопед постепенно глохнет со временем, то есть это все на камеру заснять без всяких там ухищрений. В общем-то пацаны некоторые похвастались, кто своим телефоном похвастался крутым, кто похвастался своими часами. Там блестящие были у Санька Сабадаша, мне понравилось это видео, очень молодец, кстати, один из первых, кто выложил свое видео. В общем-то, а еще в нашей группе в этом году будут и другие конкурсы, и некоторые, кстати, участники жалуются, типа не будем участвовать, это как там, ну что это за приз, аватарку. Ребята, мы не коммерческая группа, это раз. Во-вторых, это банк-тусовка, и как бы конкурс придумали для того, чтобы вам как-то было веселее, интереснее. Вот попробуй сделать. Если я не прав, то дайте нам, пожалуйста, ссылки на те коммерческие группы, где были проведены подобные конкурсы, кто-то выиграл приз, то есть в нашем конкурсе, по крайней мере, недовольных не будет, я надеюсь. Как говорится, если у кого будут какие-то обиды, оставите в комментариях под этим видео. Ну а в дальнейшем я хотел бы вам рассказать, у нас предвидится всего в этом году 5 конкурсов, ну в итоге у нас их будет 5, некоторые уже были вам известны ранее. Это байк-угадайка, ну конкурс все знают, то есть я там загадываю какой-то элемент, фотографию. Была проблема, ну как бы из чего начинался конкурс, был давным-давно, надо было без интернета угадать байк. Ну в общем-то с тех пор, как гугл научился искать картинки, этот конкурс утратил свой смысл. Поэтому от меня был небольшой рестайлинг, все знают там мой мото-гараж, там 30 с лишним единиц техники. В общем-то Илюха как-то вам там задавал каверзные вопросы по конструкции некоторых, по принципам работы. Но это не вечно, как бы там каждую неделю я не в состоянии задавать вопросы, тем более многое уже, так говорится, было за 2 года разгадано. Вот, вторым конкурсом в середине февраля мы его запустили как пилотный проект, был конкурс с полтычка. То есть там я как инициатор запускаю там какую-то определенную задачу и вам банально просто надо ее повторить. И мы, говорится, коллективным голосованием там решим, кто победитель, там кто лучше всех это выполнил, там или кто смешнее всех выполнил, там колхозный мопед, ну и всякие такие вот критерии будет отбора для победителя. В общем интересный конкурс, просто для себя по приколу повторить то, что сделал я там, как тот человек, который задал вам эту задачу. Ну и смогли ли повторить вы? Третий конкурс, который вот закончился после 8 мартовских выходных, это была линейка, то есть все мы, байкеры, любим помериться, ну сами знаете чем, говорят, и придумали поэтическое название линеечка, вот будем по этой линеечке свереть. То есть выдано было задание там, вот кто дольше всех проработает и в итоге только 5 человек не постеснивалось помериться, как говорится. А остальные, то всякие там черносливы начались, мол вот у меня камеры нет, у меня интернет, там по карточкам, голодные годы с мобильника. В общем-то не хотите участвовать, не участвуйте, это ваш выбор. И еще два конкурса у нас будет, это ситуативный конкурс, исходя по записям на стенке, что там народ оставляет, у нас админов за 4, ну по крайней мере я 4 года в этой группе, потихоньку уже начинают рвать башню, то есть там приходится из автомата покурять, не кушмалять, чтобы как-то снять эту разгрузку. В общем-то будет конкурс один, называться «Гугл попугли за меня», то есть это такие банальные вопросы, пацанам просто вот этот вопрос задать Гуглу, и максимум это третья ссылка, ты получаешь ответ. Но нет, мы ленивые, ну то есть мы не знаем, что такое Гугл, что там буквы на клавиатуре, как их нажимать правильно, но лучше кинем в группу этот банальный вопрос, то есть не полистаем, там вверху есть вот темы, вот, часто задаваем вопросы, там даже есть эти ответы. Народ, ну ленивый стал, да говоря, и таких экземпляров мы будем отвечать от имени админки, и ответом «Гугл попугли за меня», делать скриншоты, и в номинации там будет, как говорится, различные уже решимцы администрации, увешиваться на стенку, там будет целая своя подборка, целый альбом отдельный. И пятый конкурс, тоже ситуативный, и тоже по комментариям наших подписчиков, по вопросам, будет называться «Руколицо», все помнят, да, вот эту гифку из фильма «Голый пистолет», вот так, то есть на самые дурные вопросы и прочие там комментарии глупые. Кстати, эта рубрика будет продолжением, у нас был раньше такой альбом «Ребята, как не надо делать», это, кстати, тоже будет применимо для этого конкурса. Будем флудить там немного безбожно и своих победителей определять. Тоже конкурс ситуативный, как всплыл, так всплыл, так и будет конкурс. Прист, вы будете первой новостью нашей группы, как говорится, но лучше не попадаться. Это такой конкурс смешной и, в общем-то, по-своему, печальный. Многие спрашивают, почему я двигаюсь в кадре, ну, это привычка, в общем-то, в движущуюся цель снайперу тяжело попасть. В общем-то, поэтому от этого я не могу с этим, как побороться, все-таки в стране у нас кое-что плохое происходит. В общем-то, надеюсь, вас не напряг, и смотрите видео с призером нашего конкурса «Линейка». Всем пока!